Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем выпуске, как я и говорил в одном из прошлых видео, мы с вами поговорим о сампе. То есть, по моему мнению, о самой лучшей фильтрации для аквариума в домашних условиях. Друзья, перед тем, как рассказать вам о том, как правильно просчитать размеры сампа, как правильно в нём организовать течение воды и как правильно, точнее, ну как качественно и лучше всего организовать в нём фильтрацию, мы поговорим чуть позже. Сейчас же я хотел бы вам немного рассказать о самом сампе как таковом. В одном из прошлых видео, ссылочку на которое появится вот здесь, я уже рассказывал вкратце о сампе, но это уже старое видео и, знаете, тогда я ещё снимал такой плохой камерой и как бы и звуки, ну вообще всё было достаточно примитивно, поэтому сегодня я некоторую информацию хочу повторить, ну и, конечно же, некоторую информацию хочу дополнить. Дело в том, что, друзья, лично, по моему мнению, лучшей системой фильтрации, чем самп, в домашних условиях, заметьте, а я делаю акцент на том, что именно в домашних условиях придумать практически нереально. Ну, может даже и реально, но крайне сложно, потому что, ну, и существует всякого рода внутренние фильтра, внешние фильтра, существуют навесные фильтра, конечно же, можно сделать и внешненький самодельный, можно сделать и навесной фильтр, есть даже так званые биоячейки. Но, друзья, всё это, во-первых, достаточно дорогостоящее, если это покупать уже готовое, да, от того или иного производителя. Вот, а во-вторых, ну, если даже речь идёт о самодельных фильтрах, либо о самодельных навесных фильтрах, то, в принципе, они достаточно громоздкие, во-первых, их нужно куда-то поставить, и они постоянно будут на виду. Ну, а во-вторых, такого рода фильтра достаточно проблемные с обслуживанием. Если же речь идёт о самоде, то по сравнению со всеми перечисленными мною только что системами фильтрации, у него есть ряд преимуществ. Самое главное преимущество сампа по сравнению с остальными системами фильтрации, это его размер, это его объём. То есть, если вы к аквариуму, к примеру, 500 литров, этот самп как раз и изготовлен под аквариумом объёмом 500 литров, ну, примерно. Так вот, если вы устанавливаете вот такой вот самп, этот, к примеру, этот именно самп, в него объём 130 литров, то вся ваша система автоматически увеличится на 130 литров. То есть, увеличится газообмен у рыб, увеличится процент растворённого аммиака в аквариумной воде, увеличится вообще общий объём системы, что только позитивно скажется на вашей рыбке. Второй позитивный момент это то, что сам непосредственно можно убрать полностью всё оборудование, то есть, тот же распылитель от компрессора. Есть ряд людей, к примеру, я, вот, я не люблю пузырьков в аквариуме, поэтому все распылители и так далее я убираю сам. И в итоге получаю в аквариуме чистую воду, кристально чистую, без пузырьков и тому подобных вещей. Сюда же можно убрать обогреватели, сюда же можно убрать градусники, и там, если у вас там, скажем, PH метра и так далее, если у вас там травники, вы следите за такими вещами, то сюда всё это оборудование можно убрать и получить в аквариуме просто картинку без труб, без всяких там обогревателей, вообще без какого-либо оборудования. Эта система фильтрации подразумевает под собой полное отсутствие какого-либо оборудования в аквариуме. Следующая позитивная сторона сампа в том, друзья, что самп удерживает биологическое равновесие в аквариуме. И даже если вы по той или иной причине сделали подмену нужного, к примеру, мы не говорим сейчас о причине, но просто вот вам нужно сделать подмену воды в 50, даже в 70 или 80 даже процентов воды, то вся микрофлора, которая заселена в сампе, будет удерживать вам равновесие. Но если сопоставить вот этот самп, к примеру, с ячейков 55 литров только для биофильтрации и, к примеру, самый крутой внешник, там, объёмом 20-22 литра, то согласитесь, здесь как минимум в два раза больше площадь для заселения бактерий полезных. То есть такой самп, он будет удерживать вам полностью всё биологическое равновесие в вашем аквариуме. И даже при частых подменах воды и крупных подменах воды вы не потеряете биологического равновесия. Плюсы сампы ещё и в том, что к нему без проблем можно подключить протоку, не нужно выводить из аквариума всяких там причандал, то есть вы делаете отверстие для слива в канализацию, сюда же прямо делаете протоку из водопровода, и без проблем всё это дело у вас работает. Плюс сампы ещё и в том, друзья мои, что его стоимость за порядок ниже любого, даже самого дешёвого внешнего фильтра, либо там навесного и так далее. Ну, к примеру, себестоимость этого сампа порядка 1000 гривен. То есть за 1000 гривен вы не купите никакой, просто даже саму канистру любого фильтра, даже китайского, примерным объёмом 20-30 литров вы просто не купите. Самп, это фактически, если он грамотно склеен, это самая безопасная система фильтрации, потому что у внешних фильтров очень часто есть проблемы с протечками из-под крышки, из-под шлангов и тому подобных вещей. Здесь же вся система делается по принципу смежных сосудов, и как такая проблема с протечкой, ну, если у вас сам короб сам посклеен правильно и грамотно, то проблем с протечкой у вас не будет никогда, друзья. Есть люди, которые применяют у себя в домашних хозяйствах или с домашними аквариумами сам, и, возможно, я не перечислил все плюсы и позитивные стороны вот такой системы фильтрации, напишите об этом в комментариях. Ну и давайте я немного расскажу о принципе расчета сампа, конкретно вот этого сампа, расскажу под какой аквариум и какую рыбу примерно он делался, и расскажу вам некоторые нюансы о том, как правильно и рационально распределить все переливы и все эти в самом сампе. Если вы хотите полностью посмотреть строительство этого сампа от порезки стекла и до конкретно вклеивания уже последнего ребра жесткости, то ставьте под этим видео лайк и пишите об этом обязательно в комментарии. Так что не переключайтесь дальше, будет только интереснее. Друзья, значит, этот самп, который стоит вот сейчас передо мной, значит, он был склеен несколько дней назад, он дня три подсыхал. Этот самп клеился под аквариум примерным объемом в 500 литров, там, по-моему, 450 или 500 литров. Население аквариума крупная Америка, то есть перенаселения в аквариуме нет, но человек, который попросил меня склеить этот самп, хочет получить в итоге хорошую стабильную систему, для того, чтобы рыбка его радовала, а не для того, чтобы постоянно были какие-то качели и танцы с дубном. Как просчитывался самп, исходя из чего? Значит, вот этот сам состоит из нескольких секций. Первая секция вот этого, это секция грубой очистки воды. Это фактически из ремная шахта, куда будет поступать из аквариума вода со всем дерьмом, несъеденным кормом, фекалиями и так далее. Этот отсек будет заполняться крупнопористой губкой. Второй отсек будет заполняться тоже крупнопористой губкой, частично синтепоном, и внизу будет уже керамзит. Третий отсек, он, как видите, поделен на 4 секции. Здесь этот отсек будет служить только для биофильтрации. То есть он будет загружаться субстратом для биологической очистки воды. Ну и последний отсек, это камера подачи воды. Как вы видите, она самая большая у нас. И почему, я расскажу чуть дальше в видео. Друзья мои, как же рассчитать сампу? Вот какой самп нужен конкретно под ваш аквариум? Ну если взять, для примера, аквариум человека, который заказал вот этот вот девайс у меня, то у него аквариум примерно на 500 литров. Объем сампа должен быть примерно от 10 до 20% от всего объема вашей воды. Для того, чтобы правильно организовать биологическую и механическую очистку воды. Но, как правило, я рекомендую и стараюсь у себя делать, это чтобы биосубстрат был порядка 10% от общего объема воды. Но, друзья, здесь есть небольшой момент. В одном из следующих видео о наполнителях я вам расскажу нюансы с разными типами наполнителя. Поэтому, сейчас я углубляться в эту тему не буду. Под биологическую фильтрацию в этом сампе я оставил объем 55 литров. Полный объем сампа 130 с копейками литров. И у нас получается на механическую очистку воды 30 литров и 25 литров на камеру подачи воды. Если говорить о том, как правильно рассчитать все камеры, будем говорить так. Первая сливная камера рассчитывается под тот наполнитель, который будет у вас делать механическую очистку воды. То есть, если это фильтрующие носки, то, соответственно, вы измеряете крепление под фильтрующие носки. И уже, соответственно, отталкиваясь от этого, вы делаете ту или иную ширину первой камеры. Как вы видите, здесь есть три перелива. И все три перелива достаточно толстые. Ну, во-первых, во всех своих сампах, и я всем советую делать перелив не меньше 4 сантиметров. 4-5 сантиметров это оптимальный размер перелива. Почему? Потому что, во-первых, сюда мы можем рукой что-то положить, отсюда что-то убрать. И это упрощает очень обслуживание. Во-вторых, на переливах можно поставить обогреватели. И тем самым не забирать полезное место в самих ячейках с фильтрующим материалом. То есть, мы здесь можем поставить распылители для дополнительного насыщения кислородом. Здесь мы можем поставить обогреватели. И все это прекрасно будет здесь стоять. И это все будет очень легко доставать и обслуживать, и так далее. Потом идет камера тонкой очисткой воды. Что подразумевается по тонкой очисткой воды? Это синтепон. Кстати, какой синтепон я использую у себя, и какой советую использовать, я покажу опять же в одном из следующих видео. Так что не забываем ставить лайки и писать об этом в комментариях, если вам эта тема интересна. Ну, а значит, камера тонкой очисткой воды будет подразумевать под собой ту же губку и синтепон. Размер камеры для тонкой очисткой воды роли особо и не играет. Главное учесть тот факт, что синтепон, он все-таки будет притормаживать течение воды. И эту камеру, как правило, делает большим объемом для того, чтобы площадь проникновения воды через синтепон была как можно больше. Ну, так как мы ограничены длиной сампов 90 см, эта камера у нас вышла, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 см. Изначально, когда проектировался этот сам, стояла задача сделать его максимально бюджетным и максимально эффективным для фильтрации, для механической и биологической фильтрации. Поэтому камеру для биологической очистки я сделал вот такими вот переливами. Видите, здесь один перелив, второй перелив и третий, ну, то есть получилось у нас четыре камеры. В этой камере будут стоять распылители, эта камера будет заполняться, заполняться не будет ничем. На этом переливе вода будет обогащаться кислородом для того, чтобы кислород поступал ко всем бактериям, которые будут расположены в этих трех отсеках. Ну и, соответственно, эти три отсека сделаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воды. То есть я мог просто взять вот этот перелив, убрать вот эти две перегородки, сделать одну большую камеру для биофильтрации, но тем самым циркуляция воды здесь была бы хуже. Ну а так как я сделал здесь еще две дополнительные перегородки, то циркуляцию воды мы получим отсюда вниз, отсюда вверх, отсюда вниз и уже на перелив, на выход к аквариуму. То есть циркуляция будет лучше, соответственно биофильтрация будет лучше и наши наполнители будут работать качественнее. Относительно самих наполнителей, сейчас я рассказывать не буду, если тема интересна, вы знаете, что делать. Ну и камера, последняя камера. Здесь опять же будет обогащение воды воздухом и камера для подачи воды в аквариум непосредственно. Здесь будет установлена помпа и уровень воды в этой камере будет 12 сантиметров. Ну 12-15 сантиметров. Почему в этой секции такой уровень воды нужно держать? Потому что когда подается и сампа вода в аквариум, то в самом аквариуме есть некоторый, ну так званый подъем воды. То есть вода поднимается на определенный уровень выше переливной шахты. Это связано с тем, что все-таки есть определенное натяжение, плюс чем больше площадь аквариума, тем подъем воды будет больше. Если у вас на переливе установлена гребенка, то подъем воды будет еще больше. И если у вас стоит достаточно мощная помпа, то чем она мощнее, тем соответственно больше будет подъем воды в аквариуме. Как правило подъем воды в аквариуме в зависимости от его объема и мощности подачи воды и наличии либо отсутствия гребенки, гранит где-то от пол сантиметра до двух сантиметров. Ну у меня кстати ни в одном аквариуме два сантиметра подъема воды нет. Но тем не менее в расчетах последней камеры мы должны учитывать то, что возможно у нас будет, возможно у нас засорится гребенка и подъем воды будет больше. То есть два сантиметра. Что же произойдет, если отключат свет? Ну к примеру, либо не дай бог что-то случится с помпой. А случится следующее. Подача воды из сампак прекратится. И вся вода, вот этот подъем воды, вот этих 0,5 до 2 сантиметров воды в аквариуме, весь сольется в сампак. И вот размер последней камеры мы должны просчитать таким образом, чтобы вся вода, которая сольется у нас из аквариума, поместилась вот в этом отсеке. Как же друзья высчитать объем воды, который нам сольется в этот отсек? Ну все достаточно просто. Мы берем ширину, длину точнее, умножаем на ширину и умножаем на высоту. И у нас получается объем в литрах. То есть если говорить про эту камеру, то в ней нужно держать уровень воды так, чтобы он закрывал нашу помпу подачи воды. И соответственно оставить место на ту воду, которая нам сольется с аквариума, ну тот подъем воды, который нам сольется с аквариума в случае отключения электричества. К примеру, ну допустим, у нас аквариум 1,5 метра длины, у нас аквариум 50 метров ширины. Ну высота нам пока что не нужна. И произведем небольшие расчеты. То есть площадь такого аквариума будет 0,75 квадратных метра. При такой площади подъем воды в 1 сантиметр будет равен 7,5 литра воды. То есть если у нас в аквариуме подъем воды в 2 сантиметра, соответственно сюда должно слиться 15 литров воды. Что собственно мы и должны просчитать, строя вот эту последнюю камеру. Если же у нас есть возможность подключить протоку и есть возможность сделать аварийный слив на канализацию, друзья мои, тут нужно учесть такой факт, что вся вода, которая сливается у нас с аквариума через аварийный слив уйдет в канализацию. И вот высоту сверления отверстия под аварийный слив нужно просчитать таким образом, чтобы воды в этой камере хватило для того, чтобы помпа смогла поднять воду в аквариум и наполнить вот этот уровень подъема воды. Ну я надеюсь я доходчиво объясняю. Извините, если кому-то что-то непонятно, задавайте конечно вопросы в комментариях, я с радостью на них отвечу. То есть повторюсь еще раз, мы отверстие сверлим на таком уровне, чтобы у нас в этой последней камере оставался объем воды равен тому, который поднимется в наш аквариум, плюс останется воды столько, чтобы наша помпа была закрыта водой. Если высчитывается вот таким образом последняя секция, то есть камера подачи воды в аквариум, то как правило сливное отверстие сверлится на уровне, то есть верхняя часть отверстия сверлится на уровне с последним переливом, либо там на один сантиметр ниже. Тем самым у нас остается вот такой вот уровень воды в сампе, и когда подается вода назад в аквариум, то остается сантиметров 10-15 для того, чтобы помпа не пересыхала, то есть чтобы она не осушилась. Вот, друзья, теперь как же рассчитать вот высоту вот этих вот переливов и так далее? Ну, как правило, вот смотрите, вот здесь есть ниже, да, перегородки, есть выше. Те перегородки, которые выше, они служат нам ограничителем для того, чтобы вода работала у нас по этим переливам. То есть фактически вода, если переливается через верхнюю перегородку, вот эту, вот эту, вот эту, это означает, что та или иная камера у нас подзабита, и через нее не циркулирует вода. Это служит сигналом для того, чтобы разобрать ту или иную камеру и посмотреть, что у нас там работает не так. Те же перегородки, которые стоят у нас ниже, они служат как раз для того, чтобы обеспечить циркуляцию воды. То есть вода проливается сюда, через низ подается сюда, и вот таким вот образом, волнами, вот так вот циркулирует по нашему сампу, соответственно, омывая все наши наполнители. Ну и, вы знаете, наверное, я сделаю так, я хотел в этом видео вам показать еще сам процесс, ну, вкратце хотя бы, сам процесс строительства этого сампу, но этого делать я не буду. Размеры конкретно этого сампа и то, как я его склеил, я сделаю в следующем видео. Ну, а если вы хотите это увидеть, то обязательно ставьте пальцы вверх и обязательно пишите об этом в комментарии. Друзья, ну что, относительно сампа, в принципе, я все сказал. Единственное, наверное, что еще стоит упомянуть, это мощность помпы, которую нужно подбирать под тот или иной аквариум. Ну, здесь все просто. На самом деле, мощность помпы должна быть от 5 до 10 объемов в час, в зависимости от того, есть ли у вас еще какое-то дополнительное оборудование или нет. То есть, если у вас, например, стоит самп и еще плюс к нему какой-то внешний, который заряжен чисто на механическую очистку воды, то, в принципе, циркуляции воды через самп вам хватит там 3-5 объемов в час. То есть, аквариум, ну, к примеру, 500 литров, плюс самп 100 литров, итого 600, значит, вам вполне хватит подъемной помпы мощностью в 1800 литров. Ну, учитывайте где-то процентов 20 падения мощности, итого еще плюс 360 литров, то есть, помпа нам сюда нужна где-то там на 2100, на 2200 литров в час, для того, чтобы она циркулировала и делала биологическую очистку воды. Если же вы хотите убрать из аквариума полностью все оборудование, и у вас фактически стоит там какая-то помпа течения, либо у вас небольшой аквариум, опять же, там литров на 500, и вы хотите осуществлять и механическую, и биологическую фильтрацию только посредством сампа, то я бы вам советовал отталкиваться от 7 объемов в час и больше. То есть, опять же, аквариум 500 литров, самп 100 литров, это 600, умножаем все это на 7, получается у нас 44200 литров в час, плюс 20% на падение мощности, итого подъемная помпа в 5000 литров в час. Математика здесь очень простая, здесь нет ничего сложного, так что пробуйте, экспериментируйте, я думаю, все у вас получится. Ну а то, как правильно организовать течение, подачу воды из сампа, и как правильно сделать так, чтобы в аквариуме заставилось как можно меньше всяких экскрементов и так далее, вы можете посмотреть видео, ссылочка на которое появится вот сейчас здесь. Друзья мои, ну что, я надеюсь, я дохочево вам объяснил относительно сампа все, если что-то непонятно, либо я что-то пропустил, задавайте, пожалуйста, вопросы в комментарии, я с радостью на них отвечу. Ну и еще один небольшой момент. В прошлом видео я говорил о том, что я буду делать новые выпуски после того, как предыдущее видео наберет 300 лайков. Друзья мои, я действительно решил делать таким образом, потому что я хочу от вас получать обратную связь. И, ну, в принципе, ваш лайк, каждый ваш лайк, он поможет развитию канала, он будет поднимать видео в топ, и, соответственно, на канал будет приходить больше зрителей. Поэтому, я буду запускать вот серии видео, то есть вот сейчас я вам показываю в этом видео сам, ну а то, как я его строил, и как его создать с нуля, и размеры сампа, и тому подобные вещи, я расскажу в следующем видео, после того, как это видео наберет 300 лайков. Ну и видео о том, как продвигается работа с трехметровым аквариумом, вы тоже скоро увидите, после того, как первая часть серии этих видео наберет 300 лайков. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Я искренне надеюсь, что оно поможет вам построить у себя дома хорошую и качественную систему фильтрации. Повторюсь еще раз, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Ну а сейчас желаю вам добра, удачи и здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok